Прыгай вверх, прыгай, вращай бедро. Видишь, Ромб? Ты продолжаешь вот тут пытаться рукой. Вращай бедро, вращай бедро, рука сама пойдет. Вот-вот-вот, и крути, крути, крути себе. Давай поближе чуть-чуть, далеко, вот отсюда, давай. Раз. Без наклона, без... Вот, вращай, вращай, вот крут они жопу. Да, давай. Быстрее, быстрее. Все, двигайся дальше. Раз. Ромыч, вверх, толкнись, вверх. Во, вот сейчас ударил. Толкнись вверх. Давай-давай-давай. Та-та-та, вперед-назад, 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 а ты с ноги на ногу начал делать. Раз. Вот, уже лучше, крути бедро. Да-да-да-да-да, пошла второй удар, пошла двойка. Раз, поднимаешь, подними кулаки, подними. Вот еще раз говорю, вот отсюда, это уже дистанция ударная на носках. У меня, смотри, какое короткое движение. Маленький подсед, вперед-назад. Я не вперед-назад, а здесь торможу немножко, делаю подсед от маленьких. Заряжаю ногу. И как бы на заднюю ногу приземляюсь. Понимаешь, ты пытаешься вот из этого движения прыгнуть вперед. А я тебе говорю, что это пауза вот здесь, вниз чуть-чуть себя. Как бы оп, собрал коленку немножко. Не пятку опустил посмотри на меня, а подсогнул коленку. Подсогни колено в этот момент, перед тем, как прыжком. Пошло движение. Во! Вот, оп, согни колено, не вперед, прыгай вверх. Давай-давай-давай-давай. Как бы раз, подсел на ногу. Раз. Удоб, вот. А ты пытай... На пятку нельзя, ты вообще не встанешь тогда. Ты видишь, ты пытался отсюда прыгнуть вперед. Тут-то ты все равно толкаешься обеими ногами. Ну, несколько правой все-таки. Подсел я чуть-чуть. Это у меня вот для короткого движения. Я не могу из вот такого движения прыгнуть далеко. Мне нужно, чтобы была амплитуда, а мне нужен замах. Раз-два. Вот. Могу даже сделать для противника вот такой, с ноги на ногу. Ну, а здесь я просто подсел вниз. Давай коленом. И движение твое пойдет не вперед, а вверх и вперед. Подними левый кулак, пожалуйста. Пошла двойка. Пошла двойка. Ром, не будет вот этого левого. Не будет вот этого правого. Вот у тебя левый такой и правый вот такой. В одну лапу двойку. Двигайся. Рома, долго. Крути. Опять. Давай на левом даже сделай паузу. Опять. Раз. И быстрее правый. Да, вот здесь возникает, понимаешь, ситуация, что что? Раз. И здесь справа надо бить, но ты... И возникает там минус какой? Ты пытаешься ручкой ударить. Оставь там руку. Раз. И подпрыгиваешь, бьешь. То есть рука не опережает ногу. Оставь там левую руку. А ногами делай движение. Давай. Ром, вниз и давай. Все, побыстрее. Да, да, да. Оставь левую руку. Уже интереснее, видишь? Давай побыстрее. Оп. Бедро. Оставь левую руку, еще раз тебе говорю. Раз. Прыгай ногами, видишь? Вот смотри. Ром, иди сюда. У тебя в голове, понимаешь, оставь левую руку, ты полностью сам останавливаешься. А я не говорил, само остановиться. Ты останавливаешь руку, а не ноги. Раз. Два. У тебя микропауза перезагружается в себя. Раз. Два. А это не вот эта пауза, что ты весь встал здесь и ловишь свою массу. Пытаешься равновесить. Ты как раз используешь инерцию первого удара. Раз. Два. Раз. Вот ты поймал. Все, ты поймал себя как пружинкой. Из пружинки с этой выпрыгнул. Это тот же самый, тот же эффект, который ты вот здесь двигался. Раз. И. Ты начинаешь толкаться правой ногой, как бы выпрыгивая. Давай еще раз. Левую руку не забрать, а ноги продолжают. Двойка пошла. Вот-вот-вот-вот-вот. А? Конечно. Динамика была. Раз-два. Еще раз. Не поднимай ничего, не старайся. Вот здесь просто на правом ударе ты выпрямляешь ноги. На левом нет. Вращение. Где вращение? Рома, ты опять забрал в руку. Во! Самому прям все понятно по тому, как ставится, да? Да. То есть смотри, что у тебя было. Что делал ты? Держи. Видишь, что ты делал? Во-первых, ты пытался прыгнуть из этого же действия далеко вперед. Надо подсезти. Замах. Я подсел, я фактически на задней ноге. Вот это вращение дает мне закрытость меня. Я этим ударом не столько нокаутирую, сколько сокращаю дистанцию. Впереди меня таран идет. Но так как вращение бедра пятки есть, моего корпуса, у меня заряжена правая нога. И здесь я не забираю руку, а использую как раз вот эту вот массу с ноги на ногу. А рука остается у руки, у плеча. Вот длина удара, ход удара. А это короткое движение. Поэтому руки за ногами всегда успеют, а ноги за руками нет. Доходчиво. Я делаю прям паузу на левом кулаке. Раз, два. Меняются у меня руки, но выталкиваются. Вот тут у меня кулаки меняются. Понял? Молодец. Ну вот мы хотели с Романом еще раз. И Роману, и... Потому что спрашивают про двойку много. Показать длинную двойку. Там супер длинную двойку, сверх длинную двойку, да. Конечно, кто-то будет говорить тебе, пока ты будешь так лететь. Безусловно, ребята. Все это и любая комбинация, любое ударное действие, это ситуативно. Но если я могу... Полуринга, не полуринга. Ну вот это для меня где-то ударная дистанция. Пробиваю. Посмотрите, я движение сделал. Да, прыгну. Вот. Пытались его такую длинную двойку пробить, но пришлось немножко сократить, как говорится, басню, да. Чуть покороче сделать. Но основной момент, посыл, заключается именно в том, что ноги и руки. Очередность ноги. Если у вас короткое движение челночное, с него невозможно далеко резко прыгнуть. Безусловно, нужно сделать какое-то заряжающее движение. Подсел и выпрыгнул. Собрался, то есть сгруппировался. Пружину еще больше сжал. Выпрыгнул. И опять-таки очередность ноги-руки. То есть вот эти плечи, вот этот переворот дает вам сохранение равновесия внутри ваших ног. И ваши кулаки, так они не опережают вас, не раскрывают, летят перед вами. Плюс вращательное движение бедер, это бедро, пятка, это и есть весь, вся ваша тушка вращается. Единственное, что плечи, пояс, сустав не вот этот разворачивается, а переворачивается. И вот этот момент, он очень показательный, тем более в длинной двойке. Но в конце концов, Роман все равно все-таки ударил. Не здесь стал, все равно это была какая-то определенная дистанция. Пробил. Так что вот, как-то так. Пользуемся. From Russia with love.